До закрытия зимников остаются считанные дни. Так, одно из основных направлений Усть-Кутский зимник будет официально закрыт уже 1 апреля. Поэтому ленские автомобилисты торопятся выполнить объемы перевозок. Ускоряются транспортные работы на других маршрутах. Каких именно, расскажет наш коллега Сергей Евсюков. На данный момент автоперевозки по зимникам идут в соответствии с графиком. Единственное исключение – ускорение транспортных работ на отдельных направлениях. И прежде всего на тысячном, самом протяженном, связанном с Иркутской областью, Усть-Кутском направлении. Эту дорогу в связи с ранними оттепелями рекомендуют закрыть 1 апреля. В связи с этим мы рассчитываем именно нашу работу до 30 марта. В связи с этим мы готовим и транспорт под грузы для того, чтобы 30 марта уже по Усть-Кутскому направлению всем машинам выйти, чтобы там никого не осталось. Ускорение работ планируется на другом топливном маршруте – Нюрбан-Акын. Путь здесь хоть и не такой большой, всего около 300 километров, но остаток налива на Нюрбинской нефтебазе еще существенный – свыше 4000 тонн. Поэтому приходится торопиться. Планируем до конца марта мы эти перевозки закончить, но может немножко апреля мы там захватим. Вообще планировалось до 10 апреля, но в связи тоже с Оттепелью приняли решение до конца марта эти работы выполнить. Стараемся, выполняем. А вот на маршруте Ленск-Накын. Ленские автобазы планируют работать практически целый месяц. Для выполнения плановых объемов сюда как раз и будет переброшен транспорт соседнего Нюрбинского зимника. Идем в плане. Небольшое отставание у нас там по дистопливу прошло. Сейчас будем переключаться именно на это направление. То есть закончим с Нюрбой и перейдем на направление именно Ленск-Накын. Что же касается объемов круглогодички, то здесь сенсаций не будет. Все перевозки по планам. Начало года у нас довольно-таки насыщенное. Январь месяц немножко у нас там прошло именно за январь месяц невыполнение. Февраль мы практически все нагнали. Ну и думаю, март будем в плане с небольшим перевыполнением. Но приоритетной программой минимум, как мы уже говорили, естественно остаются зимники. И сейчас все силы Алмаз-Дортранс соброшены на решение именно этих задач. А ответы на них надо получить в течение ближайшего времени, так как погода регулярно вносит свои переменные.